Сейчас мы поработаем с квизом или с коротким тестом. Квиз – это короткий тест, который дается без подготовки. Но его можно выполнять с подготовкой. Мы второй урок разбираем. Глагол «быть» в отрицательной форме. И переходим к квизу. Квиз у нас в конце будет. Click here for a quiz. Кликните здесь, чтобы выполнить квиз. Берем эту таркушку, закроем. Learn American English online blue level quiz number 1a. Making the verb be negative. Образовывая глагол «быть» в отрицательной форме. Part A. Часть A. Directions. Инструкции. Make each sentence negative using the word not. Do not use the contraction. 10 points. Образуйте каждое предложение. Сделайте каждое предложение отрицательным, используя слово not. Не используйте сокращение. 10 баллов дается за это упражнение, потому что здесь 10 предложений. He is not here today. Он сегодня не здесь. Мы не переводим этот глагол «быть» в русском обычно. Он не находится, он не есть здесь сегодня. То есть мы просто его пускаем. В английском в каждом предложении должно быть подлежащее «он» в данном случае. Плюс еще глагол «он» есть, он находится, вернее здесь отрицательное предложение «он» не находится здесь. Его нет здесь сегодня. Они еще не готовы, чтобы уехать. Leave – это уезжать, отправляться. Это не глагол «жить». Еще – «yet». It is not sunny outside. Не солнечно на улице. Это не есть солнечно снаружи. Outside – дословно, если переводить. We are not at work today. Мы не на работе сегодня. Обратите внимание на предлог «at». На работе – at work. И, кстати, дома будет at home. I am not on the phone. Я не на телефоне. Интересно, что даже в русском языке мы тоже используем такой же предлог «на». On the phone. The students are not in the classroom. Студенты не в классе. My friend John мы можем заменить местоимением «he» – «он». Поэтому мы будем использовать «is» с отрицанием. My friend John is not in his car. Мой друг Джон не в своей машине. В английском это звучит как «не в его машине». Она не в ее машине. Мы не в нашей машине. Они не в их машине. Но на русский мы это все переведем как «он не в своей машине». Она не в своей машине. Они не в своей машине. Мы не в своей машине. Я не в своей машине. Но по-английски это будет местоимение «моя», «твоя», «его», «её» и так далее. You are not in line. Ты не в очереди. Line – это линия, да? These shoes… These… Долгое произносится слово. These shoes are not on sale. Вот эти туфли не на распродаже, не на акции. Maria – мы можем заменить местоимением «ши». Is not in the kitchen. Мария не на кухне. Мне нравится этот пример. Я часто спрашиваю своих студентов. Прошу перевести с русского на английский «на кухне». И очень часто слышу предлог «он». Потому что люди, если думают по-русски дословно, да, вот они думают «Мария есть» или «нету её». «На». Человек переводит «он» и потом переводит слово «кухня», да. А «он» – это где-то там сверху. Поэтому «a kitchen is a room». Кухня – это комната, поэтому «in» – в кухне. Part B. Directions. Complete each sentence using the verb «be» in the negative. Please use a contraction. Фактически то же самое делаем. Отрицательную форму образуем глаголы «to be». Но нас просят «пожалуйста, please use a contraction». Используйте сокращение. Тоже 10 баллов. Sarah isn't a good choice for that job. Сара не является хорошим выбором для этой работы. То есть она не очень подходит для этой работы. Она не очень хороший кандидат. There is... Ага. Очень важный момент. Нам нужно посмотреть на следующее существительное. В единственном числе оно или во множественном. Если во множественном «students» нам нужно использовать глагол «быть» в форме множественного числа. There aren't any students in the classroom. В классе нету никаких студентов. Если бы здесь не было бы буковки «s» в слове «students» было бы написано «student» без «s», мы бы сказали бы «there isn't any student». Нету никакого студента. Но поскольку множественное число мы используем «aren't». You aren't at the party yet. Ты пока что... Ты еще... Ед еще в конце ставится предложение. Ты еще не на вечеринке. И предлог идет at. He isn't happy with his new computer. Он не счастлив с... Со своим новым компьютером. Я дословно перевожу, да? То есть это значит, что он не рад своему новому компьютеру. Или он не удовлетворен, он недоволен своим новым компьютером. I am not... Мы не можем сократить «am» и «not». Нету такого варианта. Мы посмотрим потом в ключах. И возможно... Возможно, учитель Пол дает здесь вариант «aren't». Потому что нету сокращенного варианта для «i». По этой причине нас просят использовать сокращение. Из-за того, что нету «am not» сокращенного варианта, нам нужно использовать либо «are not», либо «is not». И выбрали форму «are not», и поэтому используется «aren't» как будто бы для множественного числа. «I am not» или «I aren't hungry today». Я не голоден сегодня. The employees aren't on break. Работники не на перерыве. The sun isn't out today. Солнце не светит сегодня. Оно не снаружи «out» сегодня. There нам нужно посмотреть на существительное. Я вижу артикль «are» и потом «movie». Это говорит, что это единственное число. There isn't a good movie on TV tonight. Сегодня вечером. Tonight. Это вот одно слово. Tonight обозначает сегодня вечером. Today. Как будто бы today. Сегодня и night. Ночь или вечер. Сегодня вечером нет хорошего фильма по телевизору. Вот эта конструкция «are», она изучается позже здесь, в этом курсе. Шестой или седьмой урок. Мы ее разберем попозже чуть-чуть. You and I. Я, мы, мы, как бы, мы с тобой. Ты и я дословно, да. You and I. Множественное число. Aren't at work today. Ты, ты да я, или мы с тобой не на работе сегодня. Я вам уже говорил, предлог «at» идет с работой, да. У нас есть слово «hungry» в пятом предложении. If you are hungry, you want to eat. Если вы голодный, а hungry, вы хотите кушать. If you are thirsty, you want to drink. You are not hungry, but you are thirsty. You want to drink, you don't want to eat. Если вы thirsty, вы хотите пить, а вы не голодны, вы не хотите есть, но вы хотите пить. Собака не испытывает жажду, мы бы сказали, да. Не жаждущая, не хочет пить, мы можем перевести вот так еще. И part C. Write the verb be in the negative form. Напишите глагол быть в отрицательной форме. I am not. You are not. He, she, it is not. We, you, they are not. Write the verb be in the negative form. Contract the subject and the verb be. Сократите подлежащее и глагол быть. I am, апостров M. I am not. You are not. You, апостров R, E. Две буковки. Одна буковка пропала. He, she, it, апостров S, not. He is not. She is not. It's not. И вот здесь вот мы везде добавляем апостров и две буковки. Are, E. We are. You are. They are not. Write the verb be in the negative form. Contract the verb be and not. Запишите глагол быть в отрицательной форме. Сократите глагол быть и частичку not. I am not. Ну, вообще нету такой формы, да, поэтому можно сказать I aren't. You aren't. He, she, it isn't. We, you, they aren't. Общее количество баллов 35. Your score. То есть ваш результат. Вы записываете здесь. Click here for the answers. Кликните здесь, чтобы увидеть ответы. Давайте посмотрим. I am not. Вот здесь вот нету сокращенного варианта. Не дает, да. И я вам должен был вот здесь показать, да. То есть, пожалуйста, используйте сокращение I am not hungry today. Использую сокращение такое. Я вам говорил про aren't. Вы попозже чуть-чуть, наверное, увидите. В других уроках будет это. Но немножко попозже. В этом он не давал. Учитель пол, чтобы не путать. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok